Добрый день на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Ширатон Плазов. Стоит за Маргарита Гафарова. В Благовещенске появится предприятие по выпуску примиксов и белковой витаминно-минеральных комплексов. Общий объем инвестиций в проект 398 миллионов рублей. На предприятии будут изготавливать обогатительные смеси биологически активных веществ и кормовые добавки. В качестве производственного сырья используют зерновые культуры, выращиваемые растеневодческим подразделением АПК Покровский. Дополнительно компания будет закупать витаминные добавки для производства у отечественных предприятий. Примиксы – это основа основ. Это белково-витаминная добавка, которая, скажем так, дает рост крупнорогатому скоту, повышает яйценосность, повышает удои у коров. Ближайший завод был ДНС в республике Татарстан. Но так как это республика другая, все-таки в Татарстан налоги оставались там, покупки совершались там. Сейчас мы планируем открыть производство в республике. Запуск производства запланирован на конец 2024 года. Новый завод мощностью 40 тысяч тонн продукции в год станет первым подобным предприятием в регионе и позволит заместить поставки из-за границы. И в продолжение темы Вашимбая построят завод по производству пищевых волокон. Инвестор – компания «Файбер Нутришн» готова вложить 5 миллиардов 440 миллионов рублей. 20% инвестиций – средства компании, 80% – заемные, в том числе кредитные займы и деньги фондов. На предприятии будут изготавливать пищевые и кормовые добавки, в частности для животных, содержащихся на фермах. В составе добавок – клетчатка и пектиновые волокна. В качестве производственного сырья будут использовать сижом сахарные свеклы. Производственная мощность предприятия составит 5600 тонн клетчатки и 1500 тонн пектина в год. На самом деле в России нет такого производства. Пектин полностью 100% вводится из-за рубежа. То есть наш проект именно импортозамещающий. Как раз мы проводили работу по таблетированию, по получению таких специальных таблеток. Они очень полезны для ЖКТ. Кроме того, они очень хорошо впитывают в себя радионуклеотиды, различные тяжелые металлы. Запуск производства запланирован на 2026 год. На предприятии будут работать 82 специалиста. Их среднемесячная зарплата составит свыше 70 тысяч рублей. Количество искроу-счетов в Башкортостане за первые пять месяцев этого года выросло на 18% и превысило 14,5 тысяч. Объем средств на них вырос на 30% до 57,5 миллиардов рублей. Данное представил Банк России. Число кредитных договоров между банками и застройщиками увеличилось, но незначительно. Сейчас их насчитывается 156. Их общий лимит составляет 131 миллиард рублей. В проектном финансировании участвует более 80% компаний-застройщиков. Эксперты опрошенной РБК УФА связывают рост искроу-счетов и средств на них с несколькими причинами. Первое. Практически подошли к завершению объекты, строящиеся по старым правилам или которые не попадали под устроу-счетов. Соответственно, этот механизм стал практически всеобъемлющим. За период последних нескольких лет выросла стоимость недвижимости. Общее строительство в нашей стране не уменьшилось, несмотря на все кризисы. То есть у нас получается и количество объектов растет. К 1 июня в Башкортостане были раскрыты почти 17 тысяч искроу-счетов. По завершенным жилищным проектам застройщикам перечислили 52 миллиарда рублей. Ранее Банк России предсказывал, что выдача ипотеки в этом году будет более умеренной, нежели в прошлом. И поддержку рынку будут оказывать любодные госпрограммы. 300 миллионов рублей выделили в этом году из регионального бюджета на благоустройство школьных территорий. Об этом сообщил Ради Хабиров. В этом году на капитальный ремонт школ в Башкортостане выделили 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Из них 3,5 миллиарда из федерального бюджета, 700 миллионов финансируют из казной республики. За счет этих средств обновят 77 зданий. Модернизацию планируют завершить в ближайший месяц, чтобы ученики могли начать Новый год в своих привычных школах. Но я отмечу, в этом году в республике также завершат ремонты нескольких учебных заведений, которые начали ремонтировать в прошлом году. В частности, такие объекты есть в Терлин-Тамаке, Бакалинском, Бирском районах и других муниципалитетах. Ну и напомню, в прошлом году в республике обновили 63 школы. В Башкортостане предложили создавать особо охраняемые природные территории местного уровня. На муниципальные власти возложат функции по определению границ и охране. Инициатором поправок стала региональная минокология. Проект опубликован для проведения антикоррупционной экспертизы. Документом предполагается, что в законодательство внесут три новые категории ООПТ. Туристко-рекреационные местности, природные резерваты и охраняемые природные комплексы. В перечень туристко-рекреационные местности могут попасть территории, привлекательные для туризма и отдыха. В то же время охранный статус позволит контролировать антропогенную нагрузку. Природные резерваторы будут использовать для воспроизводства и восстановления редких видов. А охраняемые природные комплексы позволят сохранить геокомплексы и экосистемы. Все три категории ООПТ будут создавать решением Советов муниципальных районов. У нас сейчас вот эти ООПТ, федеральные и региональные, изменения границ, охранные зоны и так далее. Любое изменение, значит, площади границ там и так далее, мы должны согласовывать с Москвой. Это большая, значит, волокита чиновничья. Видимо, для того, чтобы на местном уровне могли создавать такие местные ООПТ, принят этот закон. По словам Мартыненко, в настоящее время, если охранное обязательство в региональных ООПТ выполняет муниципалитет, то ему компенсируют соответствующие расходы. В случае с местными ООПТ пока не ясно, будет ли осуществляться подобная финансовая поддержка, отметил эксперт. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.